На этом уроке мы начнём морфологический разбор Суры Аль-Наср, помощь. Когда придёт помощь Аллаха и победа. Поэтому не будет рассматриваться в новой кисарф. Глагол, прощающий во временем. В основе была Джая. А предыдущая буква огласована Фатхой, а именно Фатхой. Вследствие чего буква Я была заменена на Алиф. В итоге у нас стала Джая. Мы уже несколько раз упоминали, что это очень распространённые общие стандартные правила. А именно то, что буквы Вау и Я, когда они бывают огласованы, причём любой огласовкой. Фатхой, Касрой или Домой. А предшествующая буква бывает огласована Фатхой и именно Фатхой. То эти две буквы Вау и Я заменяются на буквы Алиф. Как, например, Кавала и Кала. Баяа и Баа. Ихтайра и Ихтара. Иджитаваза и Иджитаза. И так далее. Джая в основе это фиалун. Суласи юну муджарун. Трёх буквы на глагол. Переобразной формы. Нездоровый, неправильный глагол. Нездоровый, неправильный глагол. Нездоровый глагол. Так как его айн, его вторая корневая буква, это слабая или больная буква. У Ир-Салим, неправильный глагол, он уже по двум причинам. Из-за этой же буквы Я посередине. А также из-за Хамзы на конце. То есть также тем, что Лам, его третья корневая буква, является буквой Хамзы. Остаётся сказать, что Джа это фиалун мутаадин. Переходный глагол. Как, например, إذا Джа акаль мунафикуна. Где вместо имени Аль-Каф. Это у нас мафульмихи. Прямое дополнение этого глагола. Что указывает на то, что это переходный глагол. Насрун. Это у нас мастру Насра Йенсру. Имя действия. Это глагольное имя глагола Насра Йенсру. Насрун по модели фаалун. Исмун Саласи Юр Муджарудун. Трёхбуквенное имя первообразной формы. Сахихун Сальмин. Здоровое, правильное имя. Аллаху. Исмун Джалалит. Это имя величие. Мы уже разбирали в суре Аль-Фатиха. Поэтому не будем всё это повторять. Валь-Фатху Аль-Вау. Это харф. Харф Адфин. Харф – союз, а значит, как слово с неизменяемым окончанием. Калимата Мабнияту не будет рассматриваться этой наукой. Наукой сарф. Аль-Фатху – это мастра. Это имя действия. От глагольное имя. От глагола Фатаха Яфтаху. Переходного глагола Фиулин Мута'аддин. Так, как и глагол Насара Янсру. Тоже переходный глагол. Фатаха – это Исмун Сул'Ассир Муджарудин. Трех буквы на имя первообразной формы. Сахихун Сальм. Так же, как и Насрун. Следующий айт. И ты увидишь, как люди входят в религию Аллаха толпами. Аль-Вау, как мы уже сказали, это харф. Харф – значит, как слово Мабният с неизменяемым окончанием. Не будет здесь рассматриваться. Ра-Айта. Ра-Айта Фиулин Мадан. Глагол, прощающего времени. По модели Фааля. В основе было Ра-Ая. Здесь было применено то же самое правило, что и в глаголе Джа. Тахарр Катилья. Буква Я имеет огласовку. Ван Фатаха Ма Кабля. Предшествующая буква огласован Фатхи. Факулибат Алифан. Из-за чего Я была заменена на Алиф. Это если мы скажем Ра-А. В основе Ра-Ая. А если Ра-Айта, то там никакого изменения не произошло. Ра-Ая. Ра-Ая. Я-Ра-Айта. В основе этой породы Фааля Яфалю. Следует отметить, что у этого глагола есть своя особенность. Миза. А именно удаление его Айна. Его Айн. То есть Хасфаль Айни. То есть его вторую корневую букву. Хамзу в форме настоящего будущего времени Аль-Мудари. Например, по модели Яфалю. Вместо Я-Ра-Айта у нас получается Я-Ра-Ю. А затем уже в итоге Я-Ра. Хамзу здесь удалили. Хузи Фатиль Хамзут из-за частого употребления. С целью облегчения использования употребления. Огласовку Хамзы передали букву Ра. После чего Хамзу удалили. И у нас пока что осталось Я-Ра-Ю. Затем, согласно уже упомянутому нами правилу, в глаголе Ра-А, Ра-Ая, букву Я заменили на Алиф в виде Я. После чего у нас осталось Я-Ра. Также Хамзу удаляется в том случае, если глагол Ра преобразовать в породу Аф-Аля-Ю. Ра-Ая-Ю в основе и Ра-Ая-Ю в итоге. В книге Ат-Тасриф мы подробно разъясним эту тему. Ра-Ая-Ю это Фи-Ал-Ю-С-Л-А-Ц-Л-А-Ц-И-Р-М-У-Д-Ж-Р-Д-У-Н. Трех букв, но глагол в первообразной форме. Ва-Ю-Р-С-А-ХИ-ХА. Нездоровый глагол. Так как это Му-Та-Л-Л-Л-АМИ. Глагол, чья третья коренная буква является слабой буквы. Больной буквы. Так называемый Фи-Ал-Ю-Н-А-К-С-У. Недостаточный глагол. Ва-Ю-Р-С-А-Л-Ю. Так же у Ну-Ю-Р-С-А-Л-М неправильный глагол. Так как это Фи-Ал-Ю-Н-А-К-С-У. Недостаточный глагол, как мы уже сказали. А так же это Мах-Муз-Л-А-Ю. Глагол, у которого вторая корневая буква является слабой буквой. Ра-А это Фи-Ал-Ю-Та-А-Дин. Переходный глагол. В некоторых случаях имеет один Маф-У-Л-БИ. Одно прямое дополнение. Например, Ра-А. Ра-Ай-Ту-Зейден. Я видел Зейда. Иногда имеет два Маф-У-Л-А-НИ. Два прямых дополнения. Это в случае, если Ра-А бывает в значении глагола Алима знать. Например, Ра-Ай-Ту-Зейден-Садикан. Ай-Алим-Ту-Зейден-Садикан. Я узнал или знал Зейда правдивым. Знал, что он правдивый. Аллаху Алим.